Свой комментарий австралийская журналистка и писательница сделала после того, как в сети интернет появились свежие снимки принца Гарри и Меган Маркель с их сыном Арчи, сделанные случайным зрителем 4 июля во время парада в честь Дня Независимости США в Джексон Хаул, штат Вайоминг. Покидая королевскую семью, Сассексы, в качестве одной из причин своего ухода, назвали желание воспитывать сына Арчи Харрисона как частного гражданина, вдали от внимания прессы и общественности. Что ж, с тех пор они обзавелись дочерью Лилибет, приватность и конфиденциальность своих детей блюдут. Нарушают ее только когда ну очень надо. Например, в день рождения принца Луи в 2021 году, когда Меган на сносях лихо пробежалась перед объективом папарацци с двухлетним Арчи на руках и это после того, как она во всеуслышание заявила, что ее вторая беременность от принца Гарри закончилась выкудышем в июле 2020 года. Зато все убедились, что, а, Арчи существует, живот у Меган есть. И, внимание было привлечено, хотя все усомнились, что живот настоящий. Ибо носить на руках двухлетку за месяц до родов, имея в анамнезе свежий выкудыш это по меньшей мере глупо. Вот и накануне Сосексы внезапно засветились на параде в Джексон Хаул, причем Гарри и Меган со спины. Если бы не пояснение случайного очевидца, то никто бы и не опознал в этих двух спинах и рыжеволосом мальчике королевскую пару. Платиновый юбилей стал провалом для Сосексов, успехов в выполнении контрактов с Netflix и Spotify нет, но хоть вот так привлечет влечь внимание. Но Даниэла Эльзер уверена, что фото, которые как появились в аккаунте в соцсети так и пропали из этого аккаунта практически мгновенно, подлинные, на них не просто какая-то пара с ребенком или вообще, как пишут многие комментаторы, отмечая внезапную худобу Гарри и, особенно, Меган, двойники Сосексов, поэтому обратилась к супругам на новозеландском навозном сайте nzherald.co.nz. В своей статье Даниэла пишет, что Сосексы не могут держать Арчи и Лили Бет в заперти вечно, огромный задний двор, детский игровой домик, теннисный корт и бассейн, в поместье в Монтисито, могут предоставить более чем достаточно развлечений и места для малышей, чтобы играть и безопасно гулять подальше от взоров публики и прессы, но Гарри и Меган не могут вечно держать Арчи и Лили в заперти дома. Веками Америка подавала себя миру как страна свободных людей, но я не уверена, насколько свободной может быть или будет жизнь для Сосексов и их детей, особенно по мере их взросления. Эта семья – лакомый кусок для всех, кто хотел бы заработать наличных или мгновенно раскрутить свой аккаунт в соцсети, достаточно заметить и заснять Сосексов в дикой природе. У Даниэлы весьма специфический юмор, поэтому не стоит удивляться выражению в дикой природе. Сама постановка вопроса, при условии, что дети у Сосексов действительно есть это ведь, в каком-то смысле, трагедия Гарри и Меган. Потому что, в отличие от госпожи Эльзер, вся разумная часть человечества отлично понимает, если бы дети Сосексов и впрямь были объектами фотоохоты, то соцсети и СМИ, из числа тех, кто по бойче, давно бы уже были завалены снимками Арчи или Лебед. Конечно, тут мы вновь возвращаемся к вопросу, а есть ли дети? Если есть они на самом деле предмет вожделений папарацци. Или повышенный интерес к Арчи или Лебед существует только в мечтах Меган Маркель, которые, похоже, так и останутся мечтами. А вы как думаете? Обсудим в комментариях. По окончании платинового юбилея королевы, все только и обсуждали приезд принца Гарри и Меган Маркель в Великобританию. Интереса добавил и тот факт, что сосекские приехали в Великобританию со своими детьми Арчи и Лебед. Однако если сын герцогов знаком с представителями королевской семьи, то для малышки Лили встреча с монашами особами и, конечно, своей прабабушкой-королевой стала особенной. Стоит отметить, что девочка отпраздновала в королевстве и свой первый день рождения, на котором и произошел главный скандал этого лета. Дело в том, что Меган и Майер Каэл очень хотела получить портрет, на котором были бы запечатлены Лилибед и ее величество. Одна половина монарших поклонников решила, что герцогиня заботится о своей дочери, ведь неизвестно, когда девочке еще раз выпадет шанс увидеться с прабабушкой. Но другая часть фанатов заявила, что Сассекская использовала Лилибед в корыстных целях, ведь эксклюзивные фотографии ждал стриминговый сервис Netflix, с которым у герцогов подписан долгосрочный контракт. Недавно в сети также появилась новость о том, что королева Елизавета Двух запретила принцу Гарри и Меган Маркель приглашать фотографа на их личную встречу с Лилибед. Эту информацию подтвердили и королевские источники, заявив, что просьба герцогов о фотографии была отклонена. Однако позже оказалось, что причина отказа кроется в плохом самочувствии ее величества. По словам эксперта Камилы Томини, королева Елизавета Двух не хотела, чтобы ее фотографировали во время первой встречи с Лилибед, ведь у нее лопнул сосуд в глазном яблоке. Именно поэтому монарх не хотела позировать для фотографов, ведь понимала, что данные снимки будут немедленно представлены публике. Но Гарри и Меган не растерялись и выразили свою надежду на совместный портрет прабабушки-королевы и Лилибед в ближайшем будущем. Стоит отметить, что на самой вечеринке по случаю дня рождения Лилибед не присутствовали принцы Уильям и Кейт Миддлтон с детьми, а лишь дети Зары Тиндал и Питера Филлипса, в то время как сами взрослые отправились на скачки в Эпсен. Среди представителей королевской семьи было мало желающих, которые хотели бы признавать свою причастность к вечеринке по случаю дня рождения Лилибед, заявили эксперты. Сами сосекские прошли через множество испытаний на праздновании платинового юбилея королевы, их игнорировали монаршие особы, освистывала публика и не замечали главные представители короны, принцы Чарльз и Уильям. По мнению экспертов и психологов, дети принца Уильям и Кейт Миддлтон могут столкнуться с некоторыми проблемами, касающимися ментального здоровья. Дело в том, что наследники кембриджских подвержены регулярному преследованию и, так сказать, назойливому обществу журналистов и папарацци. Стоит отметить, герцоги кембриджские на протяжении долгих лет оберегали частную жизнь своей семьи, в особенности детей. Это решение супруги приняли еще до появления их первенца принца Джорджа. Однако этот год стал настоящим дебютом для наследников кембриджских. Сначала на нескольких мероприятиях герцоги появились вместе со своими старшими детьми, Джорджем и Шарлоттой, а уже на праздновании платинового юбилея королевы публика была очарована юным принцем Луи. Безусловно, отпрыски будущего короля Великобритании затмили даже своих родителей, но вместе со славой и успехом в их жизни появились и предостережения. Психотерапевт Карли Уэбб заявила, что королевские дети часто подвержены стрессу из-за преследования папарацци, и это может стать причиной развития синдрома повышенного беспокойства. Об этой проблеме заговорили и многие другие специалисты сразу после того, как в сети появилось видео, на котором принц Уильям отчитывает наглого фотографа за то, что он преследовал его жену и детей во время прогулки на территории Сандрингемского дворца. Сообщается, что данное видео было снято в январе 2021 года, и это стало новой причиной для разговоров о несчастном детстве монарших отпрысков. Я не сомневаюсь, что этот инцидент встревожил герцогов кембриджских, и им пришлось утешать и поддерживать своих детей. Преследования папарацци могут стать особенно пугающими для маленьких детей. В таком возрасте они непосредственны, поэтому такие ситуации учат их быть начеку. Они не должны доверять всем людям, которых встречают на своем пути. Джордж, Шарлотта и Луи знают, что нельзя расслабляться на публике, но из-за таких внезапных появлений фотографов они могут испытывать повышенный уровень беспокойства. Я думаю, что Уильям и Кейт сделают все возможное, чтобы предоставить своим детям возможность исследовать собственные чувства и эмоции, объяснил психотерапевт. Специалист порекомендовала кембриджским спокойно реагировать на подобные ситуации, чтобы всем видом показывать своим детям, что они находятся в безопасности. Статус королевы Великобритании – это большая ответственность, как моральная, так и физическая, однако иногда данная привилегия может быть очень полезна. В настоящее время королева Елизавета II является самым долгоправящим монархом Англии, но нельзя не заметить, что нагрузка, предполагаемая этой должностью, уже не под силу ее величеству. Именно поэтому Букингемским дворцом была переписана должностная инструкция королевы, и количество обязанностей монарха заметно сохранилось. Но теперь попотеть приходится принцу Чарльзу, главному наследнику британского престола, ведь большая часть рабочих обязанностей королевы перешла на его долю. Стоит отметить, что в данной ситуации выигрывают обе стороны, Уэльский уже вовсю испытывает себя в качестве короля Великобритании, а у 96-летней королевы остаются силы на аудиенции и разбор документов. Официальные обязанности королевы были отредактированы в годовом отчете Букингемского дворца впервые за десятилетия. Из списка были исключены и определенные события, такие как открытие парламента. Ранее монарх не имела права пропускать это мероприятие в соответствии с Конституционным соглашением, объяснили эксперты. Сообщается, что после окончания празднования платинового юбилея королевы, большое внимание стало уделяться финансовой поддержке королевской семьи в целом. Итоговый отчет о распределении суверенного гранта был подписан сэром Майклом Стивенсом. Неизменно лишь то, что роль королевы по-прежнему состоит из двух ключевых элементов, она остается главой государства и нации. Как глава государства, согласно формальной конституционной концепции, королева должна выполнять определенные обязанности, уточнили специалисты. Ранее обязанности монарха были представлены в виде списка из 13 пунктов, включая государственное открытие парламента, присутствие на назначении премьер-министра Великобритании, а также посещение государственных мероприятий и прием определенных лиц в королевских резиденциях. Новая версия инструкции Ее Величества предлагает более расплывчатое определение термина «ряд парламентских и дипломатических обязанностей». Вторая часть должностных обязательств монарха включает символическую роль главы нации на мероприятиях, где это уместно или необходимо. Ее Величество является олицетворением единства, национальной идентичности, преемственности и стабильности, признающих достижения и успехи других.